Дорогие друзья, слушатели и зрители, добрый день вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня». Наши режиссёры Мария Новгородова, Ольга Степанова, у микрофона я редактор Светлана Вишнякова, а в нашей студии гость Гаврил Чимаханов. Гаврил, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас я перечислю ваши регалии. Вы член Общественной палаты Республики Якутия, член Ассоциации Лиги Отцов, чемпион и призёр Чемпионата мира и Чемпионата Европы среди больных диализом, лёгкая атлетика, капитан сборной России 2018 года. Всё правильно. Много всего. Ещё кроме этого вы организатор и директор благотворительного фонда «Аура». Зачем вам столько много всего в жизни? Расскажите. Здравствуйте. Ещё раз. Ну, это всё по накопительнику, как-то всё пришло. С 13-го года заболел. Начал после этого активно участвовать во всех каких-то собраниях, ставить вопросы по лекарственному обеспечению, по жилищным вопросам среди инвалидов. Ну, потому что сам сталкивался с этими вопросами и поэтому начал более-менее разбираться в этих делах. И вот по итогам, соответственно, ещё и занятия спортом привели меня к чемпионству. Потом более-таки уже высокая планка была поднята. Стал лауреатом в общественной премии «Якутианин года». Потом вот и, соответственно, пригласили в общественную палату, наверное, видя то, что я проявляю активность именно в жизнедеятельности людей с инвалидностью. И сейчас, конечно же, в основной моей рабочей практике это проблемы защиты прав людей с инвалидностью, что, соответственно, для меня очень важно, как человек, который имеет сам инвалидность. Который всё это прошёл. Во-первых, вам огромное спасибо за то, что вы пришли сегодня по приглашению в нашу студию. И так мобильно согласились, потому что сейчас время неспокойное. И достаточно непросто найти гостей студии, потому что кто-то заболел. Сейчас вот волна опять у нас идёт. Кто-то боится лишний раз выходить, а вы, тем не менее, что, в общем-то, у вас не такая уж и простая жизнь, да, всё равно нужно придерживаться каких-то, там, не знаю, таблетки, какие-то процедуры. Вы всё равно нашли время, я вам очень благодарна, большое спасибо. И тема нашей программы сегодня – это как живётся людям с ограниченными возможностями в нашем обществе, насколько они защищены. И поскольку вы сами прошли все этапы, вы наверняка об этом знаете много того, чего не знает человек, который с этим не сталкивался. И вот сегодня, я думаю, об этом будет верно поговорить, чтобы, возможно, быть внимательнее к тем людям, которые ждут этого внимания от нас. И инвалид или человек с ограниченными возможностями имеет ли для вас терминология значения? Ну, для меня, как для инвалида, уже, соответственно, это не имеет значения. Имеет значение, наверное, называть это в структурах того же СМИ у вас наверняка. Ну, или для кого-то лично, да, восприятия. Есть же люди, которые открыто об этом говорят, допустим, я, да, я инвалид, я человек с инвалидностью. И мне в этом ракурсе именно открытость, наоборот, помогает лоббировать те свои какие-то человеческие проблемы. А есть те, кто скрывает это, свой недуг какой-либо, наверное, потому что он еще не пришел к осознанию того, что все-таки открытость была бы лучше. Но я не могу судить об этом, поэтому, наверное, человек сам, ему свойственно судить по своей жизни самому, лично. Я имела в виду, что одно время говорили, что инвалид, это как-то грубовато очень звучит, да? Ну да, я вот не испытываю такой грубости, поэтому инвалид, это уже закрепленное слово, его откуда-то там не взяли с забора, не переделали, не оскорбительное какое-то что-то. Но никакого контекста я в этом, например, не вижу, честно сказать. У вас достаточно серьезное заболевание, связанное с утратой функции почек, диализ. Как вы сами наверняка вы анализировали, как вы сами думаете, почему эта болезнь постучалась в вашу жизнь? Что произошло? Ну, тут много, наверное, каких-то факторов. Первый из них, наверное, безалаберность. Скажу сейчас открыто об этом, своя какая-то. Ну, в 30 лет кто об этом думает, правильно же? Оделся тонко. Живя в Верхоянске, например, в поле с холодом, поэтому особо там не пошикуешь насчет одежды. Но все-таки на дискотеке или в школу как-то хочется одеться по-модному. И, соответственно, потом уже это все привело к тому, что у меня почки потом заболели. Вот молодежь, пусть вы послушали, потому что сейчас смотрят, что на улице у нас, конечно, зима лютая, да, за 40. Открытые щиколотки, это, наверное, бич нашей молодежи, проблема большая. Да, кроссовки. И куртки вот такие короткие. Короткие, да, да, да. Это все есть. И, соответственно, надо понимать, что со здоровьем не шутят. Надо беречь себя, потому что в будущем, соответственно, ну, как детям маленьким надо говорить, будете, как я, страдать и, соответственно, жить на таблетках, как из одноименной фразы, да, из фильма. Ну, конечно, сейчас об этом я уже с иронией говорю, но если бы мне тогда кто-то сказал бы, я, наверное, прислушался. Конечно, у нас семья большая была, семь детей, и я один из старших, поэтому до меня, наверное, какое-то такое воспитательное нравоучение не доходило. Я в основе где-то в спортзале на улице с ребятами играл, вот так вот время проводил, поэтому особо я непослушным где-то был местами, поэтому еще и в интернате в ОМГе учился по вольной борьбе, поэтому был бы у меня такой, например, нравоучитель, я бы, наверное, послушался, какой-нибудь хороший подзывник мне бы не помешал в то время. Ну, имеем, что имеем на данное время. Все, что не делается, все к лучшему. Сейчас я на своей, скажем, роли, в принципе, неплохо выполняю и те обязательства, которые на меня возложены. Как вы восприняли вот это известие о том, что вот такое заболевание у вас, и насколько вам быстро оказали помощь? Ну, это в 13-м году произошло, аккурат до Нового года, в декабре месяце, ноябрь-декабрь. Ну, это было шоковое состояние, соответственно, мне только исполнилось, ну, должно было, мне 32 было, потом в следующий год мне 33. Соответственно, это было шоковое состояние. Я еще молодой парень, не осознавал, что со мной произошло, просто жалел себя очень сильно. Ну, вот, что мне делать? Неужели я умираю? Какие-то постоянные мрачные мысли и депрессия. Соответственно, как-то, как-то мне очень трудно было первые 2-3 месяца где-то так. Потом я уехал в Нерингре, так как мест тут не было, тогда еще диализные центры не работали, как сейчас, в полную силу. И поэтому мне предложили Иркутск или же Нерингре, где есть диализные места свободные. Соответственно, я выбрал территорию республики Саха-Якутия и поехал в Нерингре. Никого не знаю, соответственно, переговорив со своими друзьями, более-менее начал адаптироваться в Нерингре. По истечении времени я там общей сложности провел около 7 или 8 месяцев. А потом здесь открыли, я уже сюда переехал. Сложности были именно адаптироваться к болезни, пониманию, что дальше делать и как быть с тем диагнозом, который уже пожизненно со мной. Вообще, можно ли жить с таким диагнозом? Я стал информацию штудировать, более-менее искать. Какие-то маленькие-маленькие заметки были не в той массе, которая сейчас находится. И вот благодаря, наверное, тому подсознанию, когда у меня был свой опыт, когда не было ничего, открываешь телефон и нет информации абсолютно. Что, как быть с этой? Просто идеальность, идеальность. Плохо, все плохо. У меня сейчас, наверное, где-то контент с моим участием, около 10 с лишним, наверное, фильмов, различных клипов, где показано, что как быть с болезнью, какие-то примеры, что, как. Я, в принципе, вот насчет этого тоже постоянно думал, как все это развивать. И сейчас мне звонят, пишут. Даже со всей страны было такое, что писали и говорили, что с моим участием, например, какое-то понимание происходило. Мы сейчас с ребятами дружим, с спортсменами по всей России, которые тоже, соответственно, заболели. И строим планы. Вот сейчас пандемия внесла коррективы. А так у нас по плану должна была состояться поездка в Америку, в Ирландию, где чемпионат Европы, чемпионат мира должен был происходить. И, соответственно, мы там могли всем миром собраться и подружиться, как-то время хорошо провести, заодно и узнать, как жить с такой болезнью. И вообще мечта была, чтобы организовать выезд туда, набрать сильнейших тоже спортсменов, чтобы предоставлять нашу республику, Сахар-Якутию и Российскую Федерацию, и ребятам показать вообще, как это все происходит в международном контенте. Можно сказать, что болезнь вас так встряхнула, что такая переоценка произошла некая. И жизнь стала у вас более насыщенной. Ну, не то, чтобы даже встряхнула, она полностью поменяла мое мышление и разум. Я вот сейчас перечитываю даже некоторые произведения, которые в школе учил. Учение — это одно, когда тебя требуют, да, требовательные какие-то моменты, оценки за это, и у тебя аттестация, соответственно, хорошая будет. Сейчас я все это от души хочу понимать, все это вот так вот тактильно. Тургенева читаю, Пушкина, Пришлина. Мне особенно вот рассказы нравятся с природой связаны, белый клык, например. В детстве я зачитывался, сейчас я перечитываю вот это вот все. И другую информацию, которую... Ну, читаю то, что мне по душе. Другую информацию, я особо так не воспринимаю, Инстаграм, пытаюсь абстрагироваться, но так как мне нужно тоже доносить до своего читателя, подписчика какую-то нужную информацию, мне нужно тоже быть в теме, скажем так, снимать какие-то видеосюжеты, чтобы более-менее быть на волне со всеми подряд. Получается, ваша жизнь так превратилась тогда, вот вы благотворительностью занимаетесь и делаете ролики, информируете людей и собираете деньги для тех, кому нужна помощь. То есть вы полностью ушли вот в это направление. Да, направление такое, скажем, уже полностью на 360 помененное, скажем так, потому что перед болезнью в 32 года я представить себе не мог, что я этим заниматься буду. Сейчас, например, какие-то мысли посещает, есть грандиозные планы, есть какие-то мысли о том, чтобы все это более-менее глобализировать. Я уже не боюсь, наверняка скажу, что на ни одной республике я живу. Я уже масштабирую на всю Россию, на весь мир. Почему нет? Потому что я уже был у ребят, и, видя меня, они тоже удивлялись. То есть откуда ты приехал? С России? Русский? Почти, говорю. Почти русский. Соответственно, есть такая республика, Саха-Якутия, есть же с ним. И вот когда я говорил интересные вещи, их это интриговало, и они тоже перенимали опыт. Соответственно, я могу тоже. Просто то, что вы рассказываете, не всегда по силам человеку, у которого нет такого заболевания, а у вас с таким диагнозом, да, вот так насыщенно. Мы продолжим говорить о том, как живется вам через две минуты. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир в нашей студии Гаврил Чемаханов. Мы говорим о том, как живется людям с серьезными заболеваниями в нашем социуме, насколько внимательны другие люди, говорим о жизни инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Вы, чтобы вернуться вот к вашей сегодняшней жизни, да, чтобы так много успевать, вы перенесли сложную операцию для того, чтобы как-то восстановиться. Скажите немножко об этом или не немножко. Да, это у нас в 2017 году было, сентябрь, 1 сентября, как я сейчас помню, был, и я собираюсь на диализ вечером с 8 часов, высыпаюсь обычно перед этим сеансом, потому что, ну, устаю очень сильно, и, соответственно, на диализе как-то более-менее работаю через телефон. Поступает звонок. Звонок уже известный, врач мой звонит. Гаврил, всё, готов. К чему? Готов. А это же так происходит, оказывается, просто готов, да, всё, бегом к нам, приезжай. Приезжай в медцентр. Медцентр, это была какая-то уже операция. В этот год, именно в 2017 году, несколько операций сделали. 10 человек получили почки. Вот. Это были такие первые операции. Я вот, к счастью, как лотерея такая она. Почему лотерея? Нас собралось около 6 человек, и по различным каким-то моментам 4 человека выпали из этого списка. Я прошёл сразу, и второй мой друг, он успел, ему отказали, успел дойти до шлагбаума, такое тоже бывает, до шлагбаума. И тут тоже человек не подходит. И тут оказывается, что у него более-менее подходят, и его вызывают обратно. Он прибегает обратно, нас раздевают, подготавливают к операции, и всё. Это пересадка почки. На пересадку почки. И всё, и завозят на операционный стол. Комната подготовленная, подготавливаем к операции. Лежим, оба смотрим. Ну и такое настроение, что всё, типа, братан, живым будем, не помрём. Тут же есть такая вероятность того, что всё, все плохие мысли сразу пришли. А вдруг больше не выйдем или что-то такое. И после уже, когда тебя вводят в состояние, усыпляют, соответственно, и после, когда просыпаешься, ой, слава богу, всё хорошо обошлось. И сразу вопросы к врачам. Уже как страшно. Да, сразу вопросы к врачам. Ну, как там, что, глазами пытаются. Ты не можешь говорить ещё, но пытаешься что-то. И врач, видя уже твой взгляд, всё говорил, всё хорошо, всё прошло отлично. Молодец, ты красавчик, лежи, восстанавливайся. Вот, я полтора месяца где-то пролежал в медцентре. Всё у меня хорошо нормализовалось. И после полтора месяца, перед выпиской, мне вот справку выдали. Всё, можешь идти спокойно домой. Получается, смерть вот другого человека, да? Да, поспособствовала тому, что эта женщина была около 40 лет. Её, она вот, как мне сказали, умерла на операционном столе, и мне вот её почка досталась. А вы внутри так не обращаетесь благодарностью? Нет, ну вот, нет сны. Ну, это какая-то мистическая подоплёка есть, да, в этом поначалу. Но это, скорее всего, я потом начал это у себя переваривать. У меня кровь поменялась, у меня вкусовые качества поменялись какие-то. И рецепторы, вернее, да. И кровь свежая пошла, соответственно, очищенная. И у меня даже цветные сны какие-то приятные начали снится. Мы же вот сейчас уже в том состоянии знаем, что алкоголь нельзя, например, да, там, жирные нельзя какие-то. Это всё действительно сказывается на организме. И вот кровь, та, которая у вас, например, у меня в плохом состоянии, она вот именно даёт вот эти мысли пагубные какие-то там, в депрессию, вгоняет. Вот это вот что-то. Это в этом роде. Соответственно... То есть отказавшись от средних привычек, от жирного там, от мяса, да, от какого-то такого... Соответственно, улучшается вот это всё кровообращение. Вы почувствовали, что у вас изменилось? У меня сразу кожа белая стала. Я вообще как землянистого цвета была кожа. Это проблематика диализных больных. И, соответственно, вкусовые рецепторы сразу изменились. То, что мне нравилось, я таблетку одну очень любил, глюканат кальция. Я начал, обратно вот поднял. Очень хотелось как-то в мозгах было такое, надо, надо, будет выстекать. Как попробовал, такая кислятина оказалась. Я сразу выплюнул. И, соответственно, вот я понял, что что-то изменилось. И сразу вот у меня даже нюх появился другой, более-менее обострённый. Вообще вот перерождение было такое. Как будто бы всё равно же часть другого человека ваше. Об этом всё равно думаешь. И мысли именно вот какие-то яркие, цветные. Вот ты думаешь, что у тебя что-то действительно появилось от другого человека. Соответственно, вот такие мысли обязательно. Я все-таки вещи всегда вот такие мистические. Я в это верю, как-то я всегда к этому прислушиваюсь. Чистический человек и в тебе. Чувствую, да. Давайте вот поближе к быту, к обычной жизни. Какие сложности для больных диализом, которые возвращаются к жизни, подстерегают их к жизни? Ну, вот вы вернулись же снова. Я уже трансплантированно вернулся. Да, в профессию. Например, есть разделение. Я был на диализе. Были свои проблемы. У трансплантированных свои проблемы. Диализ – это когда вы уходите туда и в стационаре проводите определенное время? Когда у меня почки отказали, соответственно, я иду на почечную вот эту вот обработку, чтобы из меня, из крови, моча больше так не идет. Обычным способом она уходит в кровь. И воды нужно очень мало пить. Мало пить воды. Дефицит, вот такие у меня у Римочки были. И суп-то особо не покушаешь. Соответственно, за полторы сутки ты приносишь там, минимум должен приносить, потому что потом это все не убирается. Шлаки должны выходить с мочой. Они не уходят. Они уходят в кровь. Шлакуют, соответственно, сосуды, все какие-то там важные органы. И вот эта вот чистка тоже, соответственно, медикаментозная. Она более-менее так очищает, скажем так. Это тогда каждую неделю или каждый месяц нужно? Через день. Ну, в неделю я три раза ходил. Понедельник, среда, пятница. По пять часов лежал. Вот. Это стресс очень большой. Это депрессия. Это какие-то моменты страдаческие какие-то даже. Немногие из этого выходят. Были такие случаи, что когда даже человек усиленно начал употреблять алкогольные напитки, соответственно, он уже поставил на себя крест, и месяц-два и человек они установятся. Получается, обе почки не работают? Да, обе почки не работают. Их удаляют потом, а потом остаются? Нет, они там и остаются, просто они не в рабочем состоянии. И, соответственно, в этом и есть и проблематика. Человек подсознательно тушуется. Я много раз советом, каким-то бодрым словом, примером, даже выводом куда-то в свет пытаюсь помогать. В связи с этим какие-то мероприятия проводили, спортивные, искали спонсоров. Это же очень… Сейчас об этом я могу сказать, что я, будучи идеализником, какие-то проблемы испытывал по собственному здоровью, во вред себе работал. Но жизнь, я всегда думал, жизнь такая штука, что не сегодня, а завтра мы уже как-то уйдем из этого мира. И, соответственно, что-то хорошее надо все-таки сделать, что-то как-то… Именно вот подсознание того, что надо всегда быть в хорошем настроении и с хорошими делами, это вот преимущественно было всегда в приоритете. Я постоянно избегаю каких-то склочных моментов, склок, пытаясь избегать, соответственно, да. Если есть вероятность того, что лучше бы не ссориться с посторонним человеком, я лучше уйду, ретируясь. Тем самым нервные клетки я оставлю в покое и в целости и сохранности. Ну а собственные эмоции там, допустим… Конечно, я ссорюсь, но иногда бывают такие моменты там где-то, где-то, да, там в этой жизни. Но особо так сильно я не стараюсь как-то… Нельзя же быть все время такой приглаженной куклой, все равно какие-то эмоции же появляются. Они есть, я на то и человек, чтобы где-то я мог скулить, что-то, что-то. Но согласно своему установленному закону, я более-менее разумно подхожу к делам с той логикой, которая мне более-менее подвластна и с которой я могу в этой жизни с другими людьми сосуществовать. Какой-то диапазон злости, агрессии мне абсолютно не нужен. Вот так вот. Потому что гораздо есть лучше вещи в этом мире, с которыми мне бы тактильно хотелось очень быстренько связать. Выезды, те же путешествия, рыбалка, охота, семья, друзья. Это все лучшее, что есть в этом мире, поэтому этого не вкусить и тратить жизнь на какие-то дрязги, это не по мне. Да, мне кажется, лучше поругаться, потом помириться, правда, сразу. Ну да, такое тоже бывает. Все выговорить. С супруге, кстати, привет насчет ее понимания. Я бы в следующий раз отдельную тему для этого выбрал. И, соответственно, советы, которые я даю, это в основном тоже, чтобы было положительно своим друзьям, кто на диализе, чтобы все было на приподнятом настроении. Но тем, кто на диализе, это тогда только ждать вот этой вот операции по пересадке почки. А вы знаете, некоторым же, ну, мы с собой разговариваем иногда и говорим, что у некоторых же не может получиться пойти на трансплантацию. Не у всех это получается. Почему? Ну, потому что возраст иногда не тот. И, соответственно, организм уже настолько ослабленный, что, соответственно, приходится только быть на диализе. Но мы говорим открыто, что на диализе можно жить. Я, будучи на диализе, съездил на международные спортивные игры, где завоевал 7 медалей. Да вы что? Да. А как вы так, когда вам нужно было через день? Я собрал деньги, мне помогли мои родственники, я нашел спонсоров, поехал специально для этого в Москву, договорился после, поехал в Польшу уже. И там, я, будучи диализником, ездил в Польшу и в Италию, ой, в Испанию. В Италию и в Казахстан я уже, будучи трансплантированным, ездил. Уже там полегче было. А когда я был диализником, я ездил, один диализная процедура где-то была 130 евро. По мне такие бешеные деньги были. И, соответственно, нужно было такие расходы найти. Я отовсюду начал собирать деньги, пожалуйста, помогите, пожалуйста, помогите. Теперь я знаю, как это все работает, уже более-менее так, с профессиональной точки зрения. Уже три года вы это хорошо знаете, что вашему благотворительному фонду Аура три года. Да. И самое главное, это пример для людей. Я съездил, я показал, что я... Что все возможно. Да, друзья мне говорят, ну ты отчаянный, конечно. Это легкая атлетика, да, у вас эти? Нет, это как все виды спорта там были. Плавание, бадминтом, бег, прыжки в длину, метание диска и метание копья. Меня так спрашивали просто. У нас есть допуск ко всем соревнованиям. Мне говорили, ну, говорю, где ты будешь участвовать? Я во всех буду, говорю. Ну что-то вы как-то психанули. Да, нет, хорошо. А я такой худенький был, черненький. И самое главное, когда я выиграл у белоруса под два метра ростом тоже, он трансплантированный был. У нас было четыре человека, которые бежали. Я первое место занял буквально на сантиметр. Сейчас прервемся, да, и обязательно продолжим. Режиссер нам маячит. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии Гаврил Чемаханов мы говорим о том, как важно жить каждый день. И несмотря ни на что, чувствовать радость жизни. И такая переоценка, конечно, у вас мощная произошла в вашей жизни. И вот я сейчас сижу и думаю, вот как вот правда, когда всё есть, да, и там со здоровьем нет особых каких-то проблем, всё это воспринимаешь как должное. Стоит вот как воздух, да, дышишь, и стоит вот чуть-чуть где-то как-то споткнуться и думаешь, ну, что же мешало тебе вот тогда радоваться, да, жить полной жизнью. Ты, конечно, большой молодец. Вот в этом случае я добавлю, да, когда глядываешься назад и думаешь, а почему я вот такой здоровый был, этим не занимался. И вот сейчас вот надо заниматься, и вот уже ценишь то, что имеешь, получается. Вот это состояние, которое я сейчас имею, я должен вообще вот преподносить наверх и благодарить Боженька за то, что мне такой шанс предоставился. И действительно вот это вот очень подстёгивает, стимулирует на дальнейшие какие-то движения. Вот поэтому я, наверное, везде сейчас хочу работать, хочу заряжать позитивом. Энергайзер такой включил, собственный, как по щелчку, и пытаюсь вот так вот везде-везде-везде-везде быть со всеми. Как будто вот эта вот женщина-донор, да, молодая, ведь она 40 лет, и вы как будто из-за неё, из-за себя ещё успеваете что-то в этой жизни сделать. Да, да, да. Вы являетесь ещё членом Лиги Отцов. Что это за лига, член Ассоциации Лига Отцов? Чем вы занимаетесь там, и для чего, и для кого эта ассоциация? Ну, Лига Отцов, она именно для того, чтобы воспитать детей именно в том ракурсе, в патриотическом, допустим, да, чтобы было понимание любви к родине, к своей республике, к маме, к папе, чтобы они были полноценными гражданами. А как это всё происходит? Что это за ассоциация? Вы приходите, общаетесь? Бывают такие семинары с Уиздзем, например. Были недавно выезды, в прошлом году уже Саял Лазеровым, именитый наш спортсмен, который таким эталоном для мальчишек, ребят, которые тренируются, мог подойти, показать себя, рассказать про себя, и какой-то посыл для маленьких мальчишек задать, тонус такой. Мы также ходили на различные мероприятия, с ГАИ ездили, контролировались, чтобы пассажиры пристёгивали своих детей, чтобы не рисковали с лишним здоровьем, ну и, соответственно, какие-то беседы проводили, что действительно нужно проявлять заботу о детях в том маленьком даже дифференциале, который мы имеем. Ну, имеется в виду пристегнуть, это тоже забота, это тоже любовь. И вот такие маленькие моменты выливает вот в такую большую организацию, как Лига Отцов. Там есть много примеров, которые я могу сейчас привести, но в основе того, это вот то, что я сказал, уже сказанное, сделать из мальчишек и девчонок полноценных граждан нашей республики. — Смотрите, это всё общественная такая вот нагрузка, да? — Да. — Ещё же надо как-то работать, жить. — Зарабатывать. — Да, у вас есть семья, у вас есть ребёнок. Как вы всё это успеваете? — Ну вот, помимо этого я сейчас занимаюсь бизнесом. У меня есть мои родственники, родные души, которые мне помогают, уже состоявшиеся личности, бизнесмены. И в ряде каких-то услуг они мне просто вот дают место поработать. Вот. Помимо этого я сейчас ещё хочу заняться определённо каким-то своим бизнесом, нишей. И иметь какой-то постоянный доход с этого. Вот мы с супругой это думаем сейчас, как это будет выливаться. Если получится, то, в принципе, все об этом узнают. И, соответственно, с этим как-то нести какой-то положительный контент тоже. — То есть для мужчин очень важно правильно выбрать жену, да? Вот вы как хорошо выбрали всё время. Уж который раз говорите, они вас поддерживают, её как-то единомышленники вы. — Ну, у нас жизнь такая бурная. Мы северные люди, оба она у меня с Момского района, я с Верховенского. Соответственно, что не ссора, то взрыв вулкана. Что не приятные минуты, то любви полная романтика, скажем так. Поэтому мы друг друга дополняем, где-то мы друг друга поддерживаем. Как и у всех бывает, и, конечно же, недопонимание. Но мы быстренько сейчас уже решаем. И, соответственно, идём только вперёд в хорошем настроении, скажем. Вот, мы идентично думаем, как воспитать дочку, соответственно, чтобы она была. Уже даже подумаем, сейчас ей три годика будет, чтобы отдать уже на гимнастику. Ходить в садик и, соответственно, на гимнастику. И помимо этого ещё какие-то драматические кружки. Всё это так очень хорошо. Мысли углубляются куда-то далеко в будущее. Поэтому этим будущим мы живём. Так много вы успеваете. Я вас слушаю. И даже не представляю, как у вас суток хватает на то, чтобы всем этим заниматься. Ещё и вот так столько времени с семьёй проводить. Вы в Инстаграме достаточно открытый человек. У вас такой аккаунт яркий. Вы как относитесь к соцсетям? На сегодня это для вас благо? Ведь, в принципе, ту информацию, которую вы несёте для людей, которым она может быть полезна, да, вот, допустим, тем людям, которые столкнулись с диализом, или те люди, которые хотят вернуться вот к такой полной жизни, вы как пример. И с помощью соцсетей это легче сделать и легче общаться. И для вас это благо на сегодня, или всё-таки вам больше туда в Тургеневу и пришли? Скорее всего, это инструмент для донесения информации, которая у нас есть. Ну, мы сейчас с супругой начали... Решили открыть какой-то положительный, развлекательный контент. Снимать какие-то вайны, скажем, да, ролики и выводить это всё на общую аудиторию. Почему нет? Нам под 40 лет, но, в принципе, у нас до сих пор... В Инстаграме всё это популярно. Да, и популярность, которая бы могла принести свои дивиденды в плане того, что люди бы начали понимать, входя в мой аккаунт, с чем я работаю, как я работаю, и, возможно, в будущем они бы тоже принимали бы участие. Я вот это и называю дивиденды, когда люди сами принимают участие в тех или иных моментах благодарительности. Допустим, там, собрать ребёнка в школу, ранец, ручки, пеналы нужны, соответственно, или же какому-то человеку необходимо через наш фонд собрать какое-то количество денег. Поэтому нести постоянно положительное, хорошее, какое-то атмосферное настроение. Ну и, помимо этого, я, соответственно, сейчас очень интересуюсь политикой. Я не чужд к разным мнениям, и всё это анализирую, и, соответственно, прихожу к своему какому-то внутреннему согласию, что да, вот так вот можно было бы, а в этом случае вот так вот можно было бы. И сейчас я рассматриваю уже моменты вступления в какую... в партию, не в какую-либо, в одну партию, и буду работать именно в этом направлении. Были моменты, когда я начал уже думать о том, чтобы заниматься уже на высокий уровень, поднять того момента, когда мы защищаем права инвалидов уже на законодательном уровне. Соответственно, это юридическое какое-то образование, в принципе, не помешает мне. Вся жизнь — это учёба, поэтому учиться никогда не поздно, я думаю. И, в принципе, если приносить пользу, то уже как профессионал. — Ну, если вы в политику, вам можно же и в депутатство, и там уже вы будете тогда... — Ну, загадывать не буду, но основная цель, конечно же, это как бы ни пафосно не звучало, это помогать людям. И всё-таки конечный итог — это всё-таки, чтобы мой друг Пётр, или же там подруга Алёна сказала мне, всё правильно, мы идём верным путём. Потому что я знаю, кто за моей спиной, сколько людей верят в меня. Мы постоянно об этом говорим. И мне хочется, чтобы такие же активные люди вместе с одной в одну ряду стояли. Вот эта цель, я думаю, очень такая хорошая, благородная, поэтому она как-то меня подпитывает и даёт вот такой вот резон идти вперёд. — Что бы такого практичного вы ещё планировали сделать для людей, вот не только ваше серьёзное заболевание, а вообще для людей с ограниченными возможностями в нашем городе, чтобы им было легче социализироваться? — Но чтобы, помимо того примера, который я несу, мы могли бы, например, примеры разных людей, как это делает НВК, которая снимала некоторые передачи, соответственно, тут же много примеров можно привести. Это примеры людей, которые живут, несмотря на какую-то свою болезнь, в тех или иных ипостасях выступает кто-то, артист кто-то, что-то, что-то. Информационные какие-то пробелы есть очень сильные у нас. И самое главное, наверное, это у нас работа с властью. Работа с властью, которая была бы конструктивно выходила в том нужном диапазоне, в котором мы бы хотели. Ну, например, мы если хотели построить какой-то дом для инвалидов, и его сейчас стратегически не хватает, мы бы выходили на диалог с властью, с нашим президентом, и могли бы юридически обоснованно предоставить какие-то документы, чтобы вот, да, действительно, посмотрите, есть необходимость острой проблематики, которую нужно решить. А в этом, Рустя, нужно именно быть грамотным. Я не хочу уже перекидывать на плечи каких-то других специалистов всю эту тематику, поэтому хочу сам всё это изучить, и, соответственно, уже сам отработать эту тематику. А этих тем очень много. — Я просто, когда думаю о формулировке человека с ограниченными возможностями, у меня сразу люди, которые колясочники, которым сложно ходить, я думаю, ну, как вообще сделать так, чтобы было легче? Тут на двоих ногах-то, пока в этот автобус забьёшься, в какое-то время где-то неудобные лестницы или ещё что-то. — Доступная среда — это всё. Ну, вот, как многие знают, доступная среда — программа, которая сейчас у нас по Российской Федерации работает. Это же не заключается в том, чтобы именно работать только с тротуарами, площадками. Это включает всё туда. Это и лекарственное обеспечение, жизнедеятельность, отдых, комфорт человека, который имеет инвалидность. Поэтому я сегодня точно знаю, что я с этим буду работать в дальнейшем. Правильный вопрос задали. Соответственно, эту тематику надо развивать и приобщать к этому людей, которые в этом заинтересованы, и, возможно, нашли бы какую-то свою идею себя именно отдать на улучшение комфорта для людей с инвалидностью. — Да, и хочется как-то не делиться на инвалидов, неинвалидов, потому что с годами мы все станем с ограниченными возможностями, становимся. — Главное морально не ограничиваться. — Да, старость не избежишь. Спасибо вам большое, Гаврил. Всем слушателям и зрителям спасибо за внимание. Всем хорошего вечера и здоровья.